Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Аминь. Это занятие по темам в Потеряевке, которое проводил я с первого года. 123 Игорь записал беседы по воскресеньям. Они больше часа кажутся. Занятие по темам. О браке. Только власть мужа над женой. Когда читаем, что всякая власть от Бога, Римлянам 13 глава, об этой власти не следует забывать, но необходимо этой власти давать первенство. Древнейшая власть, вышедшая из рая, только одна власть, и она установлена самим Богом. Власть, владычество. Господство мужа над женой. Бытие 3.16. Он, муж, будет господствовать над тобою. Конечно, никакого равенства и слова нет. Господство значит есть господин и есть подчиненное. Есть законодатель и есть исполнитель. Есть голова и есть тело. И в Новом Завете это вновь все подтвердилось. Апостол Павел, утверждая этот закон, ссылается на закон древнейший. И доказательств никаких не приводит. Случается то, что жена по званию высшим, как полковник над сержантом мужем. И она, у него умница, и муж согласился на эту роль пленей, быть молчальником. Живет, послушание жене несет на совесть. Они называются подкаблучниками. Может, потому и высокие каблуки у женщин. В народе говорят, куда иголка, туда и нитка. А когда нитка с узлами, то она не проходит в ушко. В ушко. Тогда и в жизни, когда непослушанием заповедям Божьим жена завязывает узел на узле, и все становится неразрешимее. Когда женщина хочет быть равной или выше мужа, то она ни в одном узком месте в рассуждении не пройдет, в спорных вопросах оторвется. И вот эта власть, установленная от Бога, была настолько сильна в сознании апостола Павла, что он пытается доказать, что неравенство мужа и жены, и говорит, Не Адам прельстился, но и Ева, прельстившись, впала в преступление. Разве бедит такое доказательство Фурцеву или Маргарет Тэтчер? Ты мою вину назови, скажет жена. Какая моя вина, и почему я тебе должна подчиняться? Когда спросили Маргарет Тэтчер, какая у нее главная задача при начале каждого дня, то она ответила, очень даже доходчиво, приготовить завтрак своему мужу. На первом месте остается подчиненность. Когда Адам и Ева еще не познали друг друга, еще не было врагосочетания, еще священства не было, никаких таинств, а этот закон уже был дан. Всякая власть от Бога. Все остальные власти, царя, прокурора, милиционера, армии придут позднее, но первая власть, власть мужа над женою. Сегодня у нас в стране без власти. Так и запишем. В России у нас без власти. И в первую очередь в семье. У кого есть размышления, у мужей, пишите записку, расскажите сегодня о своем унижении. Мы уже выслушали потрясающую историю на эту тему. Жена может бить мужа, срывать с него одежду, и власть нынешняя, безбожная, мирская, стоит на ее стороне. А остальные мужья просто умолчали о своем положении. Хотя им есть что на пользу дело рассказать, как и что не следует делать. Отрицательный опыт тоже опыт. Эта власть в семье, описанная еще в Ветхом Завете, перешла в Новый Завет. Узы этой власти настолько тяжкие, они красочно описаны в ярмарке суеты, в великой дидактике Яна Амаса Каменского, отца мировой педагогики. Спроси о том наших педагогов, знает ли они о том, там описывается сословие женатых, как при бракосочетании заваривают кандалы, запаивают их, наручники, на одном и на другом, и как один падает, не подчиняется, тащится волоком. Все показано в аллегории. Каменский пишет, что более мучительно в состоянии не видел людей, чем как у сословия женатых. Думал я, неужели они не избавятся от этого рабства, и воскликнул, о горе человеческое, лютое и неизбывное, и вижу, что некоторые делались свободными, когда умирала одна половина. Но, не в другую сторону, он побежал, ничуть не бывало, он снова бежит и ищет себе подругу для бракосочетания. Опять садятся они на весы и взвешиваются, насколько равен будет брак, и снова заковываются нерешимостью брачных уз. Так и названы узами и браком. То есть, несовершенно это состояние, бракодельство. Прекрасное описание дела. Есть нечто, что у нас не сходится с другими религиями. Положение в браке. Этот вопрос сохраняется сегодня у мусульман так, как в Ветхом Завете было. Отсылаем к нашему материалу семья. Кто из наших братьев думает жениться, пусть читает несколько раз этот материал, чтобы они знали, что ожидает их, и не попали в яму, как идущие по тьмах слепые. Там есть выдержки и о том, как нужно воспитывать детей. Как нужно наказывать? Благоразумно разъяснить. Ибо кто не наказывает, как говорит Писание, то это не отец, а просто ночевальщик. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Притом, если мы, будучи наказываемы, плотскими родителями нашими, боялись их, то они гораздо ли более должны покориться отцу духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней. Евреям 12 глава. Добавим, что не должно быть детям без наказания, ибо тогда и родители уже не родители, а губители. Если остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы и не дети. Раньше в каждом доме подоткнутая под матрицу висело орудие воспитания, розги. Они сохранялись в соленой воде в специальной кадушке, чтобы они были ломкими. Без этого никак не обходились. Даже апостолу Павлу для воспитания его дали 40 ударов без одного. Первого священника наказали, сняв с него ризу, а потом он пошел опять служить Богу. Должен был каждый ударить батугом привязанного должника, как говорит о том прототопов Авакум. Так что голенища, сапог были полны кровью. И думал наказанный, где деньги взять, какого поросенка продать. Но приходило время к шести вечера службу служить. Его отвязывали, и он шел служить. Должников было мало тогда, боялись долгов. А у нас взял, забыл. Для чего же ребенка наказывать? Златоуст говорит, тело с душой так тесно связаны, что когда наказываем тело, вращуется и душа. Удар, нанесенный к телу, вразумляет душу. Это так Бог устроил. А люди, которые это отменили, можно ли посмотреть, что получилось из их воспитания? Сколько из ненаказанных родителями погибли совершенно, попали в тюрьму, ушли в наркоманию. В советское время говорили, что наказание унижает ребенка. Но когда вырастет преступником, как его теперь пытают, бьют и расстреливают. Во сколько миллионов раз это тяжелее, чем то, как наказывают родители. Я не был воспитан, и вот что теперь приходится терпеть. Находящемуся в раю Адаму Бог дал жену, и бракосочетание было просто. Вот тебе жена. Нехорошо человеку быть одному. Где нехорошо? В раю. Сотворим помощника соответственно ему. И кто подбирал это соответствие? Первую жену подбирает Бог. Все подобрал Бог в ней. И красоту органа, и вид лица. Позже Соломон опишет это подробно. Сколько у него прекрасных качеств? Он у нее найдет семь качеств положительных. Она у него десять. Почему? Совершенство у него. Это относится к троице. Книга Тавита описывает бракосочетание в Ветхом Завете. Краткое ее содержание. К должнику ушел один, а оттуда придет уже женой. Сватывает Бог и ангел. Безошибочный выбор. Хотя была и смертельная угроза, навещанная ночной кроватью. Получать наказ любить свекра. 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 Свекровь, как родителей новых. Как проходило бракосочетание? Тогда это было просто. Отцу сказал несколько слов. Тот благословил их. Потом будет пир. Раньше за невесту платили вено. Вена. Вена. Кауим. Этот обычный, обычный сохранился у южных народов. У мусульман. У них сохранилось это за невесту платят очень много. Иногда табун лошадей. Если у отца две-три дочери, то это ему не разорение, как у нас. Это у него целое состояние. Конечно, если дочери хорошие. А то ведь может статься, что ничего кроме позора ты не возьмешь за своих дочерей. Так воспитаны. И что теперь приходится терпеть? А если взятюшка будущий был вовсе безлошадный. Все его имущество, как у Некрасова говорится. Есть и овощи в огороде. Хрен да луковица. Есть и медная посуда. Крест да пуговица. То и тогда, если его полюбила хозяйская дочь, выход находили. Претендент на руку девушки должен был отобрать семь лет. Отработать. Отработать семь лет. Как наемный работник бесплатно. О каком бы разводе он думал. А вот у русских она ничего не стоит. Вырастил ее, да еще и преданная дочь. Только забери. Только у ваш. Разве это нормально? А если муж за нее работал, разводиться ему тогда нельзя. За нее полжизни ушло. Она у него единственная. Даже с Давида царь Саул требовал выкупа. Как же Моисеев заповедовал давать развод? Где? За невесту нужно платить временем. Трудом. Вот и сказал Саул. А, и сказал Саул. Так скажите Давиду. Царь не хочет в вена. Кроме ста края обрезаний филистимских. В отмщении врагам царя. Ибо Саул имел в мыслях погубить Давида руками филистимлян. За невесту нужно платить временем, трудом и заслугами в бою. В Ветхом Завете Моисей разрешил давать разводное письмо. Но в Новом Завете намертво запаяно все. До смерти супруга. Как же Моисей заповедовал давать разводное письмо и разводиться с ней? Тут можно прочитать. А я останавливаю. Просчитайте. Потому что большой. Матфея 19 глава. Да. Единственная причина развода – разрыв супружеской верности. Случалось, что она вскоре после начала супружеской жизни сходила с ума. Можно ли ее оставить? Каноны говорят, не разрешается разводиться. А остается только одно – носить передачи в дурдом. Бог допустил такое, и нужно это принять. Вот почему и нужно к этому относиться очень серьезно. Вымолить у Бога, чтобы это была не просто красивая кукла. Об этом проси и ищи главного качества в ней – послушание. Случилось, что прошло много лет с того момента, как я был на одной свадьбе. Когда хорошо мне знакомый человек женился. Теперь уже на свадьбе своей дочери он сказал так. Когда-то я искал в Жене красоты, ума, голоса пеучего. Но прошло вот уже 20 лет, и осталось одно желание, чтобы она была послушная. А вот этого как раз я и не выискал при женитьбе. Хотя мой товарищ православный тогда уже мне об этом говорил настойчиво. Не послушался. А вот ты мне на это и указывал. Тогда на моей свадьбе сказал он мне. Только теперь я понял до конца это пожелание. Потому если нет в тебе послушания, и ты не намерена слушаться мужа, то прошу, сиди одна, не крайдись к замужеству, не обольщая зря простодушных. Если у мужа будет твердый характер, он будет стремиться исполнить установление Божие, чтобы быть главою. Значит, в семье постоянно будет карабах. Кризисные ситуации будут сотни раз в семье, и будут они хвататься за оружие. Решись один раз и докажи, кто хозяин в доме. Расскажу о таком деле. Решил один исследователь этой беды найти все же дом, где не жена руководит. Взял белого и черного осла и ходил, и спрашивал, кто в этом доме хозяин. И думал, если найду, что муж хозяин, так и скажет, то отдам ему осла, как награду за необычное дело. Нашел такого, кто твердо сказал, хозяин в этом доме, конечно же, я. Обрадовался ищущий и сказал, вот тебе два осла, возьми любого. Тот же сказал, сначала посоветуюсь с женою. Выходит, что даже на осла его владычества не хватило. Кто знает значение венцов, какие надеваются на венчающихся? Поступили разные ответы. Чтобы украсить молодоженов, чтобы лучше запомнился им торжество и другое. Ответ по златоусту, за чистоту. Если второбрачное, то венцов нет. Сегодня же на всех одевают. Для чего? Батюшка должен знать, девушка ли она, и он не познал ли женщину до сего момента. А если они не сохранили себя, то какая же им награда? Зачем венцы? Это будет обман. На пораженных надевать знаки победы. Мученики венчались. Вот песнопение, которое запровождает вступление брак. Как мученики великой скорби достигали своего царства. Уже под венцом может считаться мучеником. Венец на брачующихся следует называть терновым венцом. Так и поется, как мученики венчались. Кто кого мучает в браке? Кто кому добывает венец? И нужно звать уже под венцом не просто Иван, но мученик Иван. И в семейной жизни говорят, ничто так не связывает, как дети. Но вот оказывается, что все наоборот. Теперь говорят иначе. Жили бы душа в душу, как и раньше, если бы не дети. Сейчас в храмах Московской Патриархии венцы почему-то держат над головой. Почему? Потому что девство не сохранено, и Бог показывает, что через этот новый странный обычай. Мне приходилось делать много записей от семейных людей, делящихся своим опытом жизни. Положительного опыта нет вообще, а только отрицательный опыт. Кто обратился к Богу и познал волю Божию непосредственно из Библии, те только могут подтвердить, что у нас детей не готовит никто к брачной правильной жизни. Так откуда же ей быть? А этот вопрос настолько важен, что могу сказать, что после обращения к Богу, после того, как ты стал христианином, более важного вопроса быть может и нет. От этого зависит, удачно ли твоя женитьба совершилась. Будут зависеть и срок твоей жизни, и каковы будут твои друзья, и духовное твое состояние, и качество твоей работы на производстве, и достаток в дому, и надежность, в кавычках, тыла. И ни к одному вопросу не относятся столь лекомысленно. Все отдано на откуп похоти и прихоти молодых, зеленых салажат. А нужно учить и тому, как правильно вести войну в самом, казалось бы, надежном месте в семье. Война идет везде и всегда. Борева смертельная, бракоразводная, этому нужно учить с пеленок. И главное, страху Божию надо учить, чтобы в семье непременно соблюдалась табель о рангах. Нужно учить, кто кому должен подчиняться, и где границы дозволенного, разрешенного, и что есть эталон, образец. Советую всем обязательно прочитать Крейцерову сонату Льва Толстого. На фоне музыки Бетховена совершается событие, которому предшествует научение в мирском и божественном отношении к браку. Думаю, что в столь сжатом виде по этому вопросу более сильной вещи и нет, хотя священники ненавидят это произведение. Не советую читать о послесловии на этот рассказ. Там Лев Толстой выплеснул свою ересь, и это христианину не полезно и знать. Что такое верность? Повесть заканчивается убийством. И как приходится сознание неправильности всего происходящего в семье. И приходит это понимание только после убийства. И как все содействует этой трагедии. И главное тут в самой жизни человека. Со Христом ли она или просто живут, плывут в похоти своего страшного эгоизма. Руковую роль играют обе стороны. Оставшись один, герой рассказа называет всю семейную жизнь в сумасшествии. И это сумасшествие рождается в миллионах семей. И люди смиряются с этим, и живут в этом, и думают до самой своей неблагополучной кончины, что прожили неплохо. Во всяком случае не хуже, чем у других, известных им людей. Нормальная десемейная обстановка. И как довод говорят, ну живут же люди брачной жизни. Но как живут, если не знают образца? Это лоно того, как нужно жить. Этого в кавычках героя продержали психушки. Выпустили. Он едет в поезде и разговаривает с попутчиком. Слыша беседу о семье, он вступает в разговор. И на фоне его рассуждений, его опыта, все остальные участники разговора выглядят с малыми детьми неразумными. Почитайте, не пожалейте. Искать можно в любой библиотеке. Соверша дракосочетание. Все наелись, тарелки помыли или перебили. Спрятали и все. Все довольны. Разошлись и оставили неопытных одних. И вот тут и наступает самое главное. В некоторых народах существует обычай. Что если вздумают разводиться, то нужно собрать всех, кто присутствовал на прибраке. А те гости раньше ставили подписи свои, что они свидетели этого торжества. И чтоб каждый дал согласие на этот развод. Если хотя один из бывших гостей против развода, значит наложено вето. И развода не будет. Докажи всем, что выхода из создавшейся ситуации нет. Что развод есть единственное верное и спасительное решение. Выход из безвыходности. Что твоя дрожайшая половина вовсе уж не поддается исправлению. И она нарушила что-то, что делает брак недействительным. И если хотя один будет несогласен из тех, кто был на торжестве бракосочетания, ты не можешь развестись. Докажи и этому несогласному разбить семейный корабль. Что ты как стратег высчитал, просчитал все выгоды развода. И что ты не нарушаешь разводов ни божественных, ни гражданских законов. И развод от данной ситуации благо. И вращивание от заразы. И что оба вы не пожалеете об этом никогда. И что дети будут довольны всегда. И ты в старости не будешь горько раскаиваться против своего этого решительного шага развода. Посмотрите на подчиненность жен у мусульман. Это у них еще с Ветхого Завета. На 800 миллионов мусульман нет ни одной мусульманки, такой эмансипированной, как наши русские. Ни одной никогда за 1200 лет. У них даже понятия нет о том, чтобы жена ратвала за развод и диктовала мужу условия. У них за целомудрие готовы убить человека. Читаем в сообщениях, что один мальчишка посмотрел где-то, как его сестренка снималась в каком-то фильме. Где она с кем-то поцеловалась. И сказал об этом за столом при отце. Отец тоже застрелил прямо за столом. Отец на сообщение отпрыска не хотел реагировать. Но этот жалобщик показал отрывок из фильма, что и послужило причиной такого печального конца. Карасон Акино, президент Филиппин, пишет в своих воспоминаниях. На Большой Перемене бегала, не покурить с мальчишками. Да, бегали. Или бегала, не покурить с мальчишками в туалет. Но в часовенку, где и молилась. На Ферерских островах живут одни только верующих, сектанты. А в коррестный день нет никаких гульбищ. Молодежь в праздничные дни обязательно под присмотром старших гуляют. Ловят рыбу, трезво отдыхают. И чтобы прилично все болеют деды, из-за этого смотрят стражники. Больше ста лет такой порядок не сохранили, и нравственность, и молодежь спрашивают их, как у вас тут насчет воровства. И многие даже не знают, что это такое. О изнасиловании даже и речи нет. Нигде, ни разу. Сватают родители. И часто молодые до брака вообще не видели друг друга. И что удивительно, приходит и любовь, и живут, и дети воспитываются любви желанные. Про убийство даже и не слышали. И если что появилось, то это с вашим приходом связано. Посмотрим на воспоминания миссионера Спиридона в Бурятии. Однажды его приглашают на их священнослужители ламы. И у них беседа важная обо всем. Они грамотные. Он рассказал им о Христе, о Евангелии. В конце встал один ученый лама и говорит, вот если бы наше буддийское учение люди приняли, то все могли бы спать спокойно. А вот если бы ваше приняли учение, то люди вообще бы спать не стали. Они бы только славили Бога непрестанно, день и ночь. Ваше учение великое, чудное, нужное. Одна любовь. Но вот скажи нам, что вы с нами сделали? Когда вас не было, то у нас все дома были открыты, жены наши были с нами, мы не болели. Но вот, прошла здесь ваша железная дорога. И теперь мы не знаем, что делать с нашей молодежью. Вы заразили наших жен невиданными и страшными болезнями. Носы у них проваливаются. Дети стали пить. Они нас не слушаются. Вы нам говорите о Христе, а у вас рот весь в крови. Вы убили нашу нацию. Спиридон говорит, что он сидел... Оглушенный. И взял своего коня молча под усы и пешком ушел от них. У меня не было сил, чтобы висеть на коня верхом. Я упал в лицо и горько-пригорько плакал весь день до заката солнца. Бедные, несчастные мы христиане. Что мы сделали с этими язычниками? О первых христианах язычники говорили не так. Златоуст вспоминает о своем языческом учителе Ливании, который повторял, какие жены у этих христиан. Послушные, верные. Сегодня что могут сказать? Можете еще прочитать печаль сатаны Марии Карелли, перевод княгине Кропоткиной. Сейчас ее выпустили под названием «Скоробь сатаны». Раньше я ее насчитывал на пленку несколько раз, и она широко разошлась. Если брать по нашему православному учению, то она не православная. Но беру только вопрос о семье, о верности. Тут есть чему поучиться. Нужно слышать, как сам сатана, Лусио, говорит о женщинах. Кто они и что? Он делает разбор в семейной жизни, как женщина своими руками разбрасывает очаг семейный. Какую власть Бог дал мужчине над женщиной, и как эта власть пришла к женщине, и что она из этого устроила, и от семьи не осталось даже осколков. Об этом также сказано в протоколах сионских мудрецов, о масонов, высших только сатана. И они через женщину делают очень многое, чтобы все развалить. Избирают лучших представительниц разврата, и направляют все усилия на то, чтобы развалить семейный уют. Послушание жен успели заменить равноправием. Вот, например, у нас вопрос с мужскими бородами решили, и к этому нет возврата. А вот с длиной женских платьев так и не добьемся. Они все время тайно, но тянут на свою сторону приподнять повыше платье. Постоянно грудь открытая, волосы не можем им спрятать, на молитве в храме хотя бы. Два платка у нас положено носить женщину в храме, и постоянно то одна, то другая нарушат этот обычай. Кажется, как будто бы самое простое, но нет. Прочитаем, как целомудренные женщины проявляются в одеянии. 4 августа. Ждие святого космы. Проповедовал женам носить покрывало и раздавал их. Зарабатывал на покрывало. 13 января. Иаков Незибийский. Проклял, хотя в Новом Завете запрещено проклинать, девиц с открытыми головами и с оголенными ногами. И они сразу же посидели и стали седыми. Вся красота исчезла и искривила этим девицам рот. Власть женщины самая сильная на земле. Во 2 книге Ездры, 4 глава, читаем ответ на вопрос о том, какая власть самая сильная на земле. Жены родили царя и весь народ, который владеет морем и землею. И от них родились и ими вскормленный насаждающий виноград, из которого делается вино. Они делают одежду для людей и доставляют украшения людям. И люди не могут быть без жен. Если соберут золото и серебро и всякие драгоценности, а потом увидят одну женщину, хорошую лицом и красивую, оставив все, устремляются к ней, и раскрыв рот, смотрят на нее, и все прилипляется к ней более, чем к золоту и к серебру, и ко всякой дорогой вещи. Человек оставляет воспитавшего его отца, и страну своей прилипляется к жене своей, и женой оставляет душу, и не помнит ни отца, ни матери, ни страны своей. И из этого должно вам познать, что женщины господствуют над вами. Не подземлите вы трудов, и не напрягите ли усилий, и не отдаете ли, и не приносите ли всего женам. Берет человек меч свой и отправляется, чтобы выходить и на дороги, и грабить, и красть, и готов плавать по морю, рекам, льва встречает, и во тьме скитается, но лишь только украдет, похитит и ограбит, а относит только к возлюбленной. И более любит человек жену свою, нежели отца и мать. Многие сошли с ума из-за женщин, и сделали с храбами через них. Многие погибли, избили с пути, и согрешили через женщин. Неужели теперь не поверите мне? Не велик ли царь властью своей? Не боятся ли все страны прикоснуться к нему? А я видел его и Апамину, дочь славного Вартака, царскую наложницу, сидящую по правую сторону царя. Она снимала венец головы царя и возлагала на себя, а левой рукой ударяла царя по щеке. И при всем том царь смотрел на нее, раскрыв рот. Если она улыбнется ему, улыбается и он. Если она рассердится на него, он ласкает ее, чтобы помирилась с ним. О, мужик! Как же не сильны женщины, когда так поступают они? Молодые задают вопрос пожилым. Жениться или не жениться? Конечно же, лучше не жениться. А если не можешь, то чтобы не разжигаться, то лучше жениться. А если женишься, тогда возникает другой вопрос. Когда узнаешь про все обязанности по отношению к жене, что ее нельзя исправить, нельзя развестись. Ученики воскликнули, что если так, то лучше не жениться. Так что же лучше? Тут один ответ. Кто может вместить, чтобы не жениться, то воспользуйся этим благом. Жить одному для полной отдачи при служении Господу. Если тебе дано золото безбрачия, то держи это сокровище. А если не дано, то приобрети серебро семейной жизни. Где-то к 7 веку, постоянно добавляя, пришли к такому обряду внешнему, к ритуалу при таинстве бракосочетания, какой теперь и видим. Существует правило, что если отец не согласен, а дочь вышла замуж, то отлучается на 3 года. Если священник повенчает раньше положенных 18 лет, допустим, ей всего 15 лет, то 3 года священник не может после этого служить. Если участвовал при этом браке диакон, то этому полсрока священнического дают. А их молодых разлучить. А когда исполнятся годы, их тогда могут жить вместе. Есть установленные степени родства. Кто кому, в какой степени дозволенности находится. Определенное запрещение есть для двух братьев двоюродных, которые женятся на двух родных сестрах. Но это запрещение может разрешить только епископ, но не священник. Теперь говорят, нехорошо человеку быть одному. И почему-то никогда не слышал, чтобы читали из Нового Завета, где апостол Павел говорит, хорошо человеку оставаться одному, не женатому. В Новом Завете слово хорошо наклон иной имеет. Мы идем в рай, а в раю человек был сотворен один. В 1 Коринфянам 7 глава апостол Павел говорит, по настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так. Соединен ли ты с женой? Не ищи развода. Остался ли без жены? Не ищи жены. Прочем, если и женишься, не согрешишь. И если девица выйдет замуж, не согрешит, но таковые будут иметь скорбь по плоти. А мне вас жаль. А вам, сказываю, братья, время уже коротко. Так что имеющие жен должны быть, как не имеющие, и плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся. И дальше просчитать это место Писания, просчитать до конца. Так что, если женитесь, покоя у вас будет больше. Покой у вас будет больше. Счастья, тепла. А на первом месте апостол Павел споставляет то, что будете иметь. А таковые будут иметь скорби по плоти. Да и женится человек не для духовного роста, но чтобы иметь вожделенные радости по плоти, быть вместе, целоваться, спать вместе. Но вот тут, а в ожидаемые по плоти радости, и мыслились, ждут самые великие скорби, день и ночь. Тут и мыслились удовольствия безразмерные, самые таинственные, бесконечные. И так это внезапно все кончается. Действительность действует не отрезвляюще, а убийственно. Как же так? Кто в этом виноват? Почему мне тут не подсказали? Кому что можно подсказать? В любом деле есть какая-то часть ума, а тут нет ничего, а все на плотском уровне, на желании достичь чего-то таинственного. Но вот разочарование, присыщение, последствия. И вот первый ребенок, жена посмотрит в окно, и уже не одна, а с отпрыском, как муж потеет день и ночь. В поте лица будешь добывать хлеб. Не для себя уже, а для троих, четверых, десятерых. Стимул жизни дан, теперь упирайся, работай. Женатый заботится, как угодить жене. И можем добавить, и никогда ей не угодишь. Не замужняя заботится о Господнем, а замужней, как угодить мужу. А мирском она заботится, если, конечно, она додумается, позаботится, чтобы хотя раз угодить мужу. Да и тут можем добавить, что вряд ли угодишь этому ворчуну. Поговорка добавляет, не угодишь делам, не угодишь и телам. Он найдет, где придраться за неполадки. Вот теперь и будешь петь, словно ласточка свободная жила, на свою беду я тебя повстречала. Раньше были свахи. Советы старших подбирали, думали о будущем, узнавали родство. Слава Богу, у христиан есть еще советники. Многое дается в образах. Бракосочетание имеет подобие. Послание к христианам Павел говорит, посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть. Тайность велика, я говорю по отношению к Христу и к церкви. Нет ничего нет более тесного на земле, более понятного, более близкого, более дорогого, как единение Христа с церковью. И будет потом показан брак Агнса. Откровение. Возрадуемся, возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнса, и жена его приготовила себя. Этим заканчивается Библия, и вся мировая история. И показал жену, и убранную невесту. Много есть песней, много молитв, но одна песня так и называется, песня песней. И вся она посвящена любви жениха и невесты. И вся она толкуется, как любовь Христа к церкви и церкви ко Христу. Что Христос делает, когда она его не слушается? Вопрос. Наказывает? Как? Ох, и наказывает он ее! А русскую церковь, как он наказал? Аркирейские головы и шары, как шары, полетели. В один, на 1937 год, до 50 головы епископских отлетело. Самые лучшие люди пошли под топор, река крови пролилась. Серафим Саровский называет и причину. Заменили заповеди Божии своими вымыслами. Тогда ему был божеский ответ на молитву его, что Бог не пощадит и не помилует русских архиереев и священников. Но если это подобие перевести на нашу ситуацию, то неудобно и говорить может быть. Что же делать, если жена не слушается? И Саня говорит о дружбе с миром. Прелюбодей, прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, то становится врагом Богу. Измена духовная называется прелюбодеянием. Сераф говорит, если она не ходит под рукой твою, то отсеки ее от плоти твоей. Я не буду говорить, от чего отсечь. И почему это никак нам не толкует? Посмотрим по житиям святых. 26 сентября. Могу заранее сказать, что мне это непонятно, что тут произошло. Житие апостола Иоанна Богослова. Женщина Романа наняла их в баню с Прохором, учеником Иоанна, и мучила их долгое время. Вообще непонятно. 19 января. Макарий Египетский обвинила его женщина, что от него беременна. Ну, подожди, ты куда считаешь? А что вот это? 19 марта. Хрис Санов. Какой зверь ли у тебя есть женщины? Говорит, Сарахов, Доспетоглава. Можно перенести всякую рану, только не рану сердечную. И всякую злость, только не злость женскую, злость жены изменяет взгляд ее и делает лицо мрачным, как у медведя. Всякая злость была в сравнении со злостью жены. Жребе гречника допадет на нее. 19 января Макарий Египетский обвинила его женщина, что от него беременна и она не могла родить. 25 декабря. Евгения. Женщина, Меланфия, воспылала страстью к Евгении. Эта богатая горожанка влюбилась Евгению, не зная, что женщина перед ней. Правитель же был отец Евгении и на площади при суде Евгения призналась, что она дочь начальника. Перечисляется целый ряд жен, которые посвятили себя Богу. Мы не встречаем в житиях ни одного мужчины, который бы подвязался в женском монастыре, но встречается несколько женщин, которые скрывались в мужских монастырях. Женщине свойственно быть артисткой, и потому даже опытные настоятели монастырей, зная о коварстве женщин, не могли ее распознать под оболочкой мужчин. Может быть, и сегодня есть в мужских монастырях женщины, потому что иродиакон, иеромонахи покидают свои избрания, размонашились, как Мартин Лютер, и живут в миру, где их нашли сегодняшние Наташи, это еще узнано или будет когда. Можно ли объяснить, почему так много, около 90% женщин и девушек носят брюки? Явно мужскую одежду, по меркам России. И нет ни одного мужчины, который носил бы женские одежды, юбку хотя бы. И даже пьяницу за похмелку не заставишь носить платье. Почему женщина так ловко идет на примикрию? Говорят, что Керенский бежал в женской одежде, но сегодня уже доказано, что он ушел в форме моряка. А советские старались его достать, кавычка, через такое унижение женской одежды, просмотрев и расстреляв, да, возможность бежать, быть может, по указанию масонов, берегущих своих. Женщины на каждом шагу и в шапках ходят, но ни одного мужчины в платках не промелькнет, даже если будешь их искать специально. Говорят, что мужская одежда удобнее. А как же тогда у мусульман, их чалма, тюрбан, сколько раз вокруг головы, уйдутся обернута, но под женщин ни один не будет свою бурну перелицовывать. Перед Богом это называется одним словом мерзость. На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий, делающий сие. Второзаконие 22.5. То есть, мерзавка идет в мужском одеянии. Эта мерзость оскверняет всех, не только ее, но и все общество, где она находится. Ефрема и Сирина научила женщина. Среди своих подвигов стал он высоко думать о себе. Захотелось ему, чтобы найти достойного собеседника, который бы научил ему чего-либо из священного писания. Да помудрее! Получил от Бога ответ, что нужно пойти в город, и тот, кто первый встретится, научит просимому. Пошел! При входе в город повстречалась с нему падшая женщина. Остановился. Что дальше делать? Ждет. Смотрит на нее, она на него воззрелась. Он и спросил ее после довольного молчания. С чего же ты так на меня смотришь? Я взятый из либра мужа и должна на него смотреть. А ты взятый из земли и смотри в землю, а не на меня. Заглядывайся. Повернул обратно в свою дорогу пустыню к своим книжкам и размышлениям вечного порядка. Прах я и земля, о чем же я мог подумать? Случилось, что такая общительная и весьма эмансипированная красавица заметила, как Ефрем во дворе готовит себе скромный ужин и стала думать, как бы завести знакомство с приятным юношей. И вопросила, может, тебе чего не хватает, так я могу принести. Не хватает камней и песка, раствора и кирпичей, чтобы заложить тебе в этом окне. Не знаю, право ли, Исидор Пелосиот, когда говорит, что женщина, тем более привязана к мужу, чем суровее он с ней обращается. Женщина, странный язык, чего и не всякому мужчине дозволено. Арсений Великий, проходя по городу, заметил, что его коснулась женщина и высказал ей это. Эта горожанка тут же отбрила его. Раз ты монах, так и сиди в горах и нечего тут в городе порядки свои устраивать. Он осознал, что она права. Повернулся и отправился туда, где никто не толкает под бока. 9 июня, Поисий Великий, как часто из-за жен лишается благодати. Более всего Духа Святого удаляет плотская нечистота и гордость 19 февраля Милетии. Друг, отец Златоуста, у царя Валента жена Домникия, еретичка, перетащила свою веру царя и все государство смутило. Начались ссылки, гонения, тысячи погибли в гонении. 9 июля, Феодор Эдейский, юноша Михаил, инок, пошел в город. Его захватила царица и погиб. Хотела, чтобы он полюбил ее плотской любовью. Сила покаяния жен. 29 октября. Авраами и Мария. Она ушла в мир, стала заниматься плотскими делами в Доме Разврата. Инок молодой соблазнил ее до этого. Нашел ее, дядя, ее и сказал ей, Мария, твой грех я беру на себя. И Авраами вернул ее, одевшись воином. Запах от него, его кель, насторожил ее, и она его узнала. Привез ее, и там заложил в келье. И 20 лет она рыдала там. Наше покаяние в сравнении с ее покаянием только тень. Феодора, 11 ноября. Соблазнена мужем одним. Бог допускает иногда падение, чтобы разумить человека. Еретики нанимали специально красивых женщин, чтобы соблазняли монахов и блокировали вход. И монахи носа не показывали из монастыря. 30 июля 1995 год. В Потеряевке я вел эти занятия, а Игорь Барабаш записал. Вот сохранилась часть этих занятий воскресных. Богу нашему слава. Аминь. Аминь. Аминь.